Донецкая Народная Республика Семен Кузьменко заявил о частичном возобновлении поставки угля в Украину, но только для предприятия ДТЭК в обмен на электроэнергию Зуевской теплоэлектростанции. Глава транспортного ведомства пояснил, что это вынужденный шаг, чтобы не повредить энергетики республики. Кузьменко подчеркнул, что Зуевская теплоэлектростанция заточена под определенную марку угля, которая не добывается на территории ДНР. ПАО, ДТЭК, Павлоградуголь поставляют угли для Зуевской теплоэлектростанции, а взамен из ДНР идут антрацитовые угли по другим предприятиям компании. Также министр транспорта ДНР отметил, что на другие украинские предприятия поставки возобновятся, как только Киев перестанет блокировать поставки дистоплива и запчастей в республику. По его словам, сейчас по этому поводу ведутся переговоры. После допроса в Главном следственном управлении МВД лидер «Свободы» Олег Тегнебок заявил о подаче иска против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Радикальный политик обвиняет главу МВД в ложных обвинениях в адрес его партии. Печерский районный суд Киева уже принял к рассмотрению иск свободы к министру внутренних дел Арсену Авакову с защите чести и достоинства. Кроме того, лидер «Свободовцев» сообщил, что подал заявление в Генеральную прокуратуру по факту разглашения тайны следствия помощниками и советниками Авакова. Также Тегнебок отметил, что его вызвали на очередной допрос 24 сентября. Напоминаем, глава МВД Арсена Аваков обвинил всеукраинское объединение «Свобода» и его лидера Олега Тегнебока в кровавых событиях у здания парламента 31 августа текущего года. 14 сентября в Москву отправились 35 детей из Донецкого детского дома номер один и Горловского детского социального центра. Ребята проведут в столице России пять дней. В программе посещение аквапарка, океанариума, а также возложение цветов к могиле неизвестного солдата, концерты, экскурсия по Кремлю и Красной площади, встреча с байкерами и многое другое. Мы отправляем 35 человек на экскурсию в Москву. 25 из них – это сироты из Донецкого детского дома номер один. И 10 человек – это воспитанники детского социального центра из Горловки, которые едут повторно. «Это уже третья поездка детей в столицу Российской Федерации», – заявил председатель общественной комиссии по выявлению и фиксации военных преступлений ДНР Иван Копыл, который является организатором поездки. «Главной задачей поездки является реабилитация детей. Мы хотим немного отвлечь их от военных действий. Они возвращаются после экскурсии совсем другими. Мы всячески их поощряем, а также организовываем Центр психологической поддержки», – сообщила депутат Народного совета ДНР Алла Бархатнова, которая поехала сопровождать детей. Поездка организована при участии Российского центра музейной педагогики «Светоч» Народного совета ДНР и общественного движения «Свободный Донбасс». Субтитры создавал DimaTorzok